МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какими знаниями нужно обладать и сколько можно заработать? Сегодня у нас в гостях заместитель директора казанского филиала БКС Премьер, ООО компании БКС Дмитрий Семин. Телефон прямого эфира 511-9911. Присоединяйтесь к разговору. Итак, актуальны ли сейчас инвестиции, Дмитрий? Конечно, инвестиции актуальны всегда и в любой ситуации. Другое дело, что 100% гарантии вложенных средств не даст вам ни один аналитик, даже если по бумаге есть хорошие взгляды. Почему? Потому что ситуация на рынке может меняться от новостного фона и просадки могут в той или иной степени появляться. Поэтому тот человек, который выбирает фондовый рынок как инвестицию, должен, во-первых, быть готов к временным просадкам по своим активам, но с другой стороны можно зарабатывать в десятки раз больше, чем, допустим, на депозитах. Примеры можно привести 2008-2009 год. Те, кто в кризис не побоялись и, наоборот, инвестировали в данные бумаги, в акции, поднимая их с упавших значений, в течение года полутора заработали 100%, 200%. Поэтому фондовый рынок может приносить хороший доход, но при этом надо рассчитывать свои силы. Скажите, обычный человек может принять участие в инвестициях на фондовом рынке, либо это рынок только профессионалов? Нет, конечно, обычный человек может принимать участие, но, однако, надо к инвестициям относиться так, что инвестиции – это все-таки не игра на бирже, и профессионалы не любят такого выражения. И любой человек, когда относится к инвестированию, то есть в бумагах в частности, должен понимать, что он должен следить за новостями, за сырьевым, допустим, сектором, чтобы грамотно инвестировать и получать именно доход, а не просто игру. Иногда возникает такой вопрос. Если человек принимает решение работать на фондовом рынке самостоятельно, сколько времени это может занимать? Насколько это трудоемко? Все зависит от стратегии, которую выбирает каждый инвестор. Фондовый рынок всегда дает так называемую волатильность 1,5-2% в день, и есть инвесторы, которые пытаются поднимать каждый день эти 1-2%. Некоторые считают так, что, допустим, даже если я раз в 2 дня поймаю 1%, где-то это выходит около 120 рабочих дней, и того получается 120% годовых. Это бешеная, наверное, доходность многих смущает, и они начинаются уже относиться к инвестициям не как к грамотному инвестированию, а как к игре, и вот это уже, наверное, трудоемко. Если же подходить к инвестированию по-другому, то есть ловить тренды, которые получаются раз в 3-4 месяца, то здесь трудоемкость, наверное, будет минимальна. Здесь клиент может делать или инвестор 1-2-3 сделки за вот этот период. То есть вы против термина игра на рынке, на фондовом рынке? Против термина, да. Выбирать стратегию каждый уже выбирает самостоятельно свою. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. А что сейчас лучше инвестировать? Просто вот такая нестабильная ситуация, прям даже не знаешь, как лучше сберечь свои деньги? Ну, все зависит от, наверное, цели, которые вы перед собой ставите, и от так называемого риска профиля. То есть каждый клиент выбирает, кто-то готов на риски, кто-то не готов на риски. Тем не менее, есть возможность сделать любому инвестору сбалансированный портфель, в который будут входить и консервативные вещи, и рискованные. Инструмент выбирает уже каждый по-своему, в зависимости от целей, которые, еще раз говорю, стоят перед данным инвестором. Но вот девушка спросила сберечь деньги. А инвестиции все-таки предполагают не только сбережение, в первую очередь при умножении капитала. В данном случае те же самые рекомендации? Да, рекомендации те же самые, но под сбережением можно рассматривать, в том числе принятые всем уже известные депозиты. То же самое инвестировать в валюту, инвестировать в другие защищенные продукты, которые могут гарантировать доходность, к примеру, больше, чем по депозиту. Ну, это если рассмотреть облигации, либо еврооблигации. Давайте продолжим говорить про новичков. Насколько новичок становится сильнее, когда он обладает могущественной информацией? Если он поучился, если он прошел какие-то курсы, легче ли ему становится именно принимать участие в инвестировании на фондовом рынке? Да, безусловно, будет намного легче, но все зависит от того, насколько грамотно, во-первых, он прошел обучение, потому что кто его проводил. И обучение бывает разное. Но с другой точки зрения, я советую проходить обучение. Почему? Потому что все-таки инвестор, понимая, что он, во-первых, проходит иногда не бесплатно, а даже платно, то есть он сначала вкладывает в себя деньги, средства, в свои знания, и потом уже инвестирует намного выгоднее и намного лучше. Поэтому обучаться надо, и есть на обучении, тем более, такая технология, как поторговать на демо-версии, то есть без реальных денег, не неся при этом риски по своим собственным капиталам. Попробовать свои силы. Да. Скажите, не секрет, что котировки акций всегда связаны с новостным фоном. Все-таки вы какой информационный портал рекомендуете или откуда получать вот эту правдоподобную информацию, которая будет нести за собой какие-то изменения в действиях? Да, в любом случае за новостями надо смотреть, но надо не делать таких ошибок, когда многие смотрят недостоверные источники и при этом принимают неправильные решения, опережая, грубо говоря, рынок. Поэтому источники должны быть, во-первых, достоверны, проверены. Есть источники прямо новостные в самом терминале КВИК, допустим, через который можно торговать. И надо смотреть помимо новостей сразу реакцию в онлайне, именно как реагирует рынок. Хорошо. А если вот эти курсы, эти тренинги не переводить в сторону инвестирования, они могут вообще пригодиться для жизни? Там дается информация, которая нужна, допустим, каждый день? Ну, сказать о том, чтобы информация нужна была каждый день, не знаю. А вот в любом случае инвестор, который проходит обучение, в той или иной степени повышает свою грамотность вообще к финансам. Поэтому он уже понимает и, допустим, не попадается на какие-то уловки мошенников, которые он тоже будет понимать. Не совершает ошибки, которые связаны с деньгами. Да, а сейчас это кругом и рядом. Это полезно в любом случае. Да, поэтому здесь в любом случае надо обучаться и вкладывать в себя. Хорошо. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Говорите. Здравствуйте. Добрый день. Вот вы говорите про риски, а не можете повториться в 98-й год? Хороший вопрос. На самом деле повториться может все, что угодно. И у инвесторов даже есть такие подсчеты. То есть кризис каждые 10 лет. В 2018 году многие ждут повтора. Но, как я уже сказал, в любой кризисной ситуации, в любом динамике бумаг на рынке, всегда есть идеи, на которых можно зарабатывать. Идеи, которые лучше не трогать. Поэтому в случае кризиса многие грамотные инвесторы уходят просто в защищенные, в гарантированные активы. А вот когда уже пик заканчивается, или они видят, что возможность есть покупать и заработать в разы больше, вот тогда они уже работают на агрессивных стратегиях. Скажите, инвестор – это особенный человек. Какие личностные качества, может быть, сейчас наши радиослушатели и телезрители в себе ощущают, и вы как раз их назовете, и после этого им станет понятно, что фондовый рынок – это то, что им нужно, где они могут применить свои личные качества. Да, ну прежде всего это принятие решения. Потому что когда инвестор привык, допустим, инвестировать в банковских депозитах, он понимает, что там за его активы отвечает данная компания, данный банк, который он выбрал, и рисков он особо не несет, и поэтому он надеется на компанию. Здесь же, когда выбираем фондовый рынок, все риски и все принятия решения именно находятся на инвесторе, поэтому прежде всего надо иметь выдержку, это раз. Второе, надо быть на шаг впереди и предугадывать, наверное, решение. Это вот, как мы уже обговорили, новостной фон, теханализ позволяет делать, либо следить за рынками, допустим, Европы и США. Есть успешные женщины-инвесторы? Да, если честно, даже в Казани я бы выделил, во-первых, очень грамотное население, и женщины в том числе... В Казани грамотное население? Да, по сравнению с другими городами я бы выделил, наверное, Казань. И даже мало того, что женщины, я бы еще выделил даже и пенсионеры-женщины, которые очень часто инвестируют и очень часто следят за новостями, и при этом они принимают грамотные решения, но при этом они, я бы сказал, больше консервативного риск-профиля, чем агрессивные. И при этом доход у них постоянен, но чуть больше, допустим, банских депозитов. Но это зато надежно. Правильно. Тоже вариант хороший. Тогда подскажите, вот новичок, может быть, даже поучился, либо только собирается учиться, а в какую брокерскую компанию обращаться, ну, не называя, конечно, компания, как подобрать то, что нужно? Ну, в первую очередь, компанию надо выбирать по крупности. То есть, чем компания крупнее, тем больше она может дать вам возможностей и инструментов. Второе, это все-таки гарантия. То есть, надо смотреть по гарантии, которые дают рейтинговые агентства, Мосбиржа. То есть, чем выше гарантия, тем лучше у вас будут и результаты, и вы не попадете ни в какие риски. Я бы так выбирал, наверное. Вот мы, получается, выбрали брокерскую компанию, обучились. Что дальше? Есть какая сумма нужна и с чего нужно начинать? Ну, суммы здесь каждый апеллирует уже своей. Для кого-то это 100 тысяч, для кого-то миллион, для кого-то больше. То есть, единственное, сразу скажу, что никогда нельзя последние деньги или больше половины вкладывать на фондовый рынок. Лучше тогда создать уже полностью портфель из нескольких инструментов, которые будут включать в себя защитную часть, доходную часть, ликвидную часть. И уже на какую-то долю, начиная с 10-20%, уже торговать на фондовом рынке. Если будет получаться, просто эту долю активов добавлять до 50%, либо, наоборот, в рискованные ситуации на рынке уменьшать и опять переходить в более консервативные вещи. Расскажите, пожалуйста, что такое индивидуальный инвестиционный счет? Может ли он в данном случае пригодиться? Да, безусловно, индивидуальный инвестсчет открыт был, ну, доступ к нему был в 2015 году дан. И очень многие инвесторы уже довольны и, в частности, многие пользуются данным счетом, потому что гарантированный доход, который там уже можно получать, он уже обгоняет банские депозиты. Это на уровне 13% вы можете получать вычет сложных денег. И при этом также вы можете еще инвестировать, ну, к примеру, также облигации, консервативные какие-то инструменты. И доход будет с гарантированным, безрисковым составлять уже 20-22 годовых. Но все же фондовый рынок, мы уже сказали, что это не игра, это серьезное дело. Но какой-то момент разочарования, особенно новичка, может быть на первоначальном, например, этапе. Как побороть это разочарование? Да, безусловно, к разочарованиям надо тоже относиться спокойно. Не всегда у всех все получается на первом этапе. И, как пример, взять спортсменов, тоже не каждый спортсмен сразу побежал и занял первое место. Для кого-то разочарование сразу приводит к тому, что инвестор разочаровался и уходит с фондового рынка в более консервативные. Для кого-то это просто толчок пересмотреть свою идею, пересмотреть свое отношение к рискам, может быть, и поставить поток по-другому. То есть инвестировать уже, допустим, не в бумаги, а в облигации, либо с меньшими долями своих активов. Я слышала такой термин «риск профиль инвестора». Что это такое? Да, это анкетирование, которое клиент, допустим, или сотрудник, любой инвестор заполняет для того, чтобы узнать свое отношение к риску. То есть эта анкета… Он сам себя открывает для себя же, так ли? Да, эта анкета состоит из примерно 11 вопросов, где любой инвестор может посмотреть, к какому риск профилю он относится. Консервативный, рациональный, агрессивный. И 80% тех, кто проходит это инвест-профилирование, соглашаются с тем, что выдают анкета. Поэтому рекомендуется заполнить, прежде чем выходить на рынок и уже рисковать своими деньгами. Можно узнать ваш риск профиль? Мой риск профиль, если честно, он меняется. И у многих клиентов или инвесторов может такое случаться. То есть у меня был, наверное, агрессивный риск профиль, сейчас больше рациональный. То есть я больше тоже уже склоняюсь к тому, чтобы инвестировать больше 50% в защитные продукты и все уже что-то другое, более рискованное для достижения своих целей. Дмитрий, скажите, а большинство людей, какой у них риск профиль? Ну, я бы сказал, что большинство людей тоже относится примерно к умеренному риск профилю. То есть есть, конечно, доля, которые привыкли рисковать, малая доля тех, кто вообще не рассматривает риски. Поэтому основная масса, наверное, процентов 70 рассматривает умеренный риск в той или иной ситуации. Я напомню нашим радиослушателям, что они могут нам позвонить по телефону 511 99 11, задавайте свои вопросы. У нас в гостях Дмитрий Семин, эксперт фондового рынка, который вам подскажет, что делать в той или иной ситуации. И если говорить в общем, как себя сейчас чувствует фондовый рынок, какие новости сейчас там преобладают? Я бы назвал сейчас отношения фондового рынка как какие-то затянувшиеся ожидания. Фондовый рынок все-таки зависит много от новостей. И поэтому многие ждут, во-первых, выборы в нашу Думу, выборы в США. Поэтому отмен санкций тоже самое может повлиять. Вопрос, когда все это будет по времени, не может сказать никто. И что может, допустим, повлиять на рост акций или на их падение, тоже тяжело предсказать. Поэтому надо следить больше за новостями и за реакцией рынка. А что лучше, хорошие новости или плохие для рынка? Ну, конечно, хорошие. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какой суммы вообще имеет смысл за фондовый рынок приходить? Ну, как я уже, наверное, повторюсь, то есть суммы не бывает такой, с какой суммой приходить. Все зависит от того, сколько у вас есть всего денежных средств. И уже, исходя из вашего риск-профиля, ваших планов, персональных целей, откладывайте те денежные средства, которыми вы можете, допустим, рисковать, даже если будут какие-то небольшие просадки. Поэтому, еще раз говорю, для кого-то 100 тысяч – это большая сумма, для кого-то миллион, для кого-то десятки миллионов. Вот. Сумму выбирают уже, исходя из бюджета семьи, наверное, и целей, которые предстоят. Но 100 тысяч – это минимальная сумма, либо можно и с минимальной свободной? Ну, на фондовый рынок есть, конечно, сумма и с меньшей можно войти. Вот. А так средняя, наверное, даже больше, если брать вообще по Татарстану и другим городам. Скажите, а какой ваш общий прогноз по рынку акций до конца этого года? Что будет? Я бы сказал так, что если брать индекс МВБ, именно российских бумаг, то до конца года, наверное, предвидится рост около 10-10%. Но надо, опять-таки, не забывать, что мы берем отдельно взятую, допустим, бумагу, которую выбирает инвестор. И любая бумага может показать динамику намного больше, чем индекс, либо намного меньше. Поэтому здесь надо, опять-таки, смотреть, какой сектор вы выбираете, как себя ведет бумага, и инвестировать уже в данной ситуации. Акции или облигации, что выгоднее сейчас, и если использовать, то в какой пропорции вы рекомендуете? Как я уже тоже говорил, наверное, лучше всего делать баланс какой-то. Это часть рискованные активы, такие как акции, и часть защищенные, такие как облигации. Поэтому долю можно менять уже, исходя из вашего риск-профиля, опять-таки, целей, которые у вас есть, или семейных целей, покупок, которые предстоят в ближайшее время. Поэтому баланс меняется у любого инвестора, новичок, он или грамотный. Но вы уже назвали облигации надежным инструментом, но все же главный риск какой-то есть? Да, безусловно, риск присущ всегда, и риск здесь это дефолт самого эмитента, который тогда не сможет нести выплату по данным облигациям. Но если сравнивать, допустим, с депозитом, допустим, у клиента, у какого-то инвестора есть доллары, и он может пойти в банк, вложить депозит. Депозит сейчас по валюте, наверное, 1-2%. Если же он выберет облигации того же самого банка с теми же самыми рисками и гарантиями, то он уже может получить где-то 5-6% в валюте. При этом, еще раз говорю, что гарантии одного и того же банка, но по облигациям доходность будет всегда выше. Мы говорили об индивидуальных инвестиционных счетах, они оказались востребованными, вы уже сказали, но насколько, так ли ожидали? На самом деле ожидания, наверное, превзошли наши, потому что, как я уже озвучил, индивидуальные инвестиционные счета гарантированно приносят 13%, а это уже больше, чем ставка по депозиту. Наверное, как раз таки и способствовало то, что понижение ставок привело к тому, что люди начали задумываться о том, как можно гарантированно заработать намного больше. И как раз таки с помощью индивидуальных инвестиционных счетов больше людей потянулись к фондовому рынку, потому что, помимо гарантированной доходности, он может попробовать почувствовать фондовый рынок даже с консервативными вещами и зарабатывать при этом больше. Но все же индивидуальные инвестиционные счета, они не страхуются? Какие гарантии есть у владельцев этих счетов? Да, здесь гарантией выступает уже сам брокер, сама компания, которую вы выбираете. И чем, как я уже сказал, крупнее эта компания, чем надежнее, тем вы будете менее защищены. Потому что инвестируя в индивидуальный инвестсчет, брокер не имеет права без вашего ведома пользоваться вашими деньгами или ваши денежные средства будут лежать на счетах, деньги это или бумаги будут. И уже только с вашего согласия вы можете дать согласие брокеру, чтобы он мог пользоваться вашими деньгами. Поэтому здесь гарантией выступает сама компания, которую вы должны именно подобрать. Которую нужно подбирать очень внимательно. Обращайте внимание на историю компании, потому что это всегда признак, признак качества. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был Дмитрий Семин, заместитель директора казанского филиала БКС-премьеру, компании БКС. Всем желаем правильных вложений и всего самого наилучшего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин